Виталий, приветствую тебя! Торговая сессия среды. На календаре мы разбираем с самого утра технические и фундаментальные аспекты того, что на финансовых рынках происходит. Друзья, делимся для вас тем, что нам кажется сейчас в моменте интересным, чтобы у вас была почва для принятия инвест-решений. Мы, разумеется, очень стараемся вам дать верное направление движения, хотя, опять же, сейчас рынок довольно непростой в плане каких-то прогнозов, потому что очень много локальных, фундаментальных таких нюансов, которые сохраняют неопределенность. Это ковидная тема, это выборы в США, меры экономического стимулирования в Штатах. И если разбирать там отдельно еще экономики, по той же самой Англии, еще и риска Брекзита, которая непонятно как должна сейчас реализоваться в динамике фунта. Ну, я, честно говоря, в отношении фунта, такой тотальный продавец, я считаю, что фунт, ну, слишком необоснованно тащит вверх. Я прекрасно понимаю, с чем это связано. Я понимаю, что восходящая динамика британца – это следствие слабости доллара. Но все-таки так игнорировать риск Брекзита, жесткого выхода Англии из состава ЕС, вероятность отрицательных процентных ставок, рецессии, влияние, которое на самом деле на английскую экономику ковида самое существенное. И при этом пункт, вот в моменте смотрю на график, без каких-либо выраженных коррекций. Его тащат вверх, вверх и уровни называют уже 1.35, 1.40. Ну, конечно же, так по тренду, наверное, легко гадать. Ну, ладно, давай тогда к тому, что мы с тобой разбирали в прошлый раз, и в целом к комментариям по рынку, который сейчас у нас есть. Демонстрация экрана. Так, ну, начнем мы традиционно с индекса американского доллара. Очень верно мы с тобой в прошлый раз определили тенденцию. Эта тенденция нисходящая, она пока что сохраняется. В целом, по дневкам, если смотреть уже пятый день подряд, мы наблюдаем за снижением. И доллар сейчас, конечно, поджимает с разных сторон. Это ситуация с коронавирусом в Штатах. Каждый день рекордные показатели по числу заболевших. Это, соответственно, омрачает перспективы американской экономики, поскольку уверен, что при таких темпах распространения будут более-менее жесткие меры карантина и ограничения. Ну и, соответственно, при таких экономических вводных необходимость, очевидно, по новым мерам экономического стимулирования. Вчера, кстати, вышел важный отчет по Штатам и троничные продажи, который, прогнозируем, разочаровал. И троничные продажи, я сегодня на бритниках как раз рассказывал по Штатам, это индикатор, разумеется, потребительской активности. Если мы видим слабые цифры по рознице, значит, потребители не тратят так, как могли бы тратить, если бы у них были деньги. А нет у них денег. Почему? Потому что они сидят без работы, и правительство сейчас настолько закопалось в этой предвыборной гонке, что у них нет времени согласовать меры экономической поддержки, госпомощи, в том числе и рассылку вот этих чеков, которые им прям нужны сейчас безработным. Я очень рассчитываю на то, что все-таки Конгресс осознает масштаб бедствия сейчас для американской экономики. Может быть, им нужны какие-то совсем страшные цифры, но страшные цифры будут уже по итогам ноября, то есть в декабре, когда мы будем разбирать троничные продажи по Штатам, там, конечно же, слабость тотальную все политики и увидят. Я, по-моему, уже говорил то, что как минимум до конца года настраиваюсь на то, что все-таки меры экономической поддержки будут приняты. И в связи с этим давно рекомендовал не отказываться и вообще быть уверенным в том, что американская валюта будет оставаться под давлением, продолжит развивать нисходящую динамику, в принципе, как она это делает и сейчас. Соответственно, если у нас ставка на снижение доллара, какой бы мы сейчас риск не посмотрели, там, конечно же, будет восходящая тенденция. Тем более, что евро-доллар – это инструмент, который очень сильно коррелирует с индексом американской валюты. По евро-доллару как раз хочу предложить сделку. Вот у нас держится хорошо восходящий канал, сейчас линия тренда, которая прочерчена. 1,1881 котировки, допускаем коррекцию в районе отметки 1,1850-1,1860. И на этом уровне перезаходим в лонг для всех, точнее, кто не открывал позиции раньше. Это прекрасная возможность сделать и уже ждать дальнейшего восстановления к отметке 1,1950-1,20. При таких темпах роста риска, как мы видим сейчас, я уверен, что неделя-две и мы будем рядом с этими значениями. Стоп-лосс ставим на отметку 1,1810. Также в прошлый раз я давал рекомендацию по новозеландцу, объяснял интерес к новозеландцу не только лишь слабости доллара, но и тем, что резервный банк Новой Зеландии в декабре запустит новую программу количественного смягчения. Это фактически беспроцентно кредит для коммерческих банков на 25 миллиардов долларов. Я жду это решение, потому что думаю, что на ожиданиях вообще вот этой программы новозеландец точно протестирует сопротивление 0,70. Это максимум почти за два года. Но если будет какое-то затишье в динамике, либо новозеландец уйдет на коррекцию сейчас, там, в районе отметки 0,6850, это, друзья, будет возможность, чтобы закупиться этим инструментом и ждать уже обновления локальных максимумов. В прошлый раз сделка была с отметки 0,6840. До нее мы, до этого уровня не добрались, поскольку рынок без какой-либо значимой коррекции остается в восходящем тренде. Я рекомендую оставить этот уровень отложки, и если будет откат, собственно, дождемся срабатывания этого ордера. Ну и цели я уже называл раньше, это тест отметки 0,70. По другим инструментам я бы сейчас, опять же, не стал распыляться на большое количество активов, потому что все сейчас вертится вокруг доллара. И в целом, если вас устраивает тенденция слабости американского доллара, какой бы риск вы бы сейчас не купили, вы будете правы, потому что риск сейчас пользуется тотальной поддержкой слабого американского доллара. Ну вот основная рекомендация по евро-доллару, как я сказал, тенденция по индексу доллара нисходящая, и по новозеландцу оставляем в силе прежнюю отложку с отметки 0,6840. Виталий, слово тебе передаю. Так, всем привет. Видно экран. Давайте пройдемся по тем идеям, которые в прошлый раз обсуждал понедельник. Это у нас была покупка австралийского доллара против американского доллара и покупка фунт-доллара против американского доллара. Итак, вот у нас, получается, понедельник утро, где мы вещали. Я говорил, что рассматривать покупки с двух вариантов, с текущих покупка, то есть разбить ордер на две части и при снижении ниже еще добавиться со стоп-лоссами за вот этот минимум пятницы. Рынок, в принципе, неплохо вырос. Там всего-навсего 50 пунктов. На текущий момент по австралийскому доллару тенденция в лон сохраняется, но те, кто покупал, я бы данную сделочку без убыток перенес и так далее. Потому что здесь мы уже находимся, так скажем, на австралийских таких локальных максимумах, поэтому здесь может быть в любой момент какая-то коррекция. Дальше была рекомендация, как я сказал, уже по фунт-доллару. Мы торговались в понедельник на этой отметочке. Получается где-то 32.10, 32.15. Сказал, можно с текущих половина ордера стандартным заходить. И при снижении на 50 пунктов мы как раз снизились в район 31.70. Здесь докупиться со стоплосами за минимум пятница. И фунт неплохо так подрос. Я тоже с ребятами обсуждал. Один ученик планировал шортить фунт-доллар. Я говорил, что пока я склоняюсь только к лонгам по данному инструменту. Мы так неплохо подросли. Где-то в районе 70-100 пунктов в зависимости от точки входа. На текущий момент сделку можно, скажем, частично сохранить, частично закрыть обязательно и перенести без убыток. Потому что существует вариант здесь снижения вниз. Конечно, это контр-тренд сделка, но с текущих мы можем снизиться достаточно сильно к минимумам пятницы, а даже, возможно, еще ниже, там в район 1.30 и ниже. Это как вариант. На сегодня, что бы я хотел обсудить, это аналогично, как ты сказал, по евро-доллару покупку. Кстати, я тоже в прошлый раз говорил, что по данному инструменту вижу только покупки. Точки входа здесь были тоже такие сложные, как и по австралийскому доллару, по фунт-доллару. Но я бы хотел рискнуть, скажем, и зайти на понижение по данному инструменту. Скажем, здесь еще полноценного такого шарта нет, но есть такие небольшие предпосылки. Здесь бы, конечно, еще подождать несколько дней, чтобы понятна была ситуация. Я уже давно, ну, скажем, как давно, уже последнюю неделю ждал евро в районе 1.16. Оно там изначально показывало снижение, еще с прошлой недели в среду давал рекомендацию на шорт. Но она локально только отработалась. Дальше я перевернулся в сторону лонгов. И сейчас, пока мы не пройдем по евро, скажем, отметку приблизительно 1.19-1.19.20, то у нас существует вариант снижения, скажем, в район 1.17.50 на 1.16. Поэтому можно с текущих попробовать зашортить евро. Это у нас 1.18.80 с копейками. Все, что ниже, скажем, вчерашнего хая 1.18.95, я бы рассматривал на снижение. Но это такая рискованная сделка. Поэтому, если будете шортить, обязательно соблюдайте риски. Со стоп-лоссом я бы на отметке 19.30. Такой небольшой стоп-лосс, где-то пунктов 30.40 получается. И потенциал снижения такой большой. Почему? У нас здесь есть такой достаточно большой уже боковик. Последние три месяца. И мы можем, как вариант, еще в этом боковике проболтаться. Прежде чем уйти, как я уже раньше и, в принципе, ты озвучивал, на район на перехай 1.20 и выше 21.50 и так далее. Там 24, возможно. На исторический хай 2018 года, возможно, мы уйдем. А пока вот такой риск. Потому что сейчас секущих покупать, конечно, на пробой, возможно, вот этих уровней. Но я бы рискнул, скажем, войти на снижение по данному инструменту. Пока вот так. Виталий, спасибо тебе за комментарии. Ну что ж, следим тогда за рынками. Следующий эфир у нас с тобой. Следующая неделя, конечно же, до понедельника. Понедельник, да? Точно, да. Может произойти все, что угодно, особенно при таких трендах. Возможно, увидим и серьезный разворот, о котором ты говорил. Я по фунту, на самом деле, тоже буду серьезной коррекцией. Сити, например, считает, что 5% точно может дать, например, на проваленных летовых саммитах, которые стартуют завтра. У меня давно короткая позиция. Я в просадке сейчас. Но верен этой идее, потому что считаю, что фунт – это вообще аутсайдер рынка Forbes, даже несмотря на локальный рост. Если начнется коррекция, допускаю, что евро тоже может улететь вниз. Но пока все-таки больше я склоняюсь в сторону того, что будет добой до уровня 1.27. Виталий, хорошего у тебя закрытия недели. Классных выходных. И, соответственно, увидимся в понедельник. Пока. Пока. Спасибо. До свидания.